Продолжаем с вами разбираться с компонентом DJ Classy Fields, доска объявлений. Сейчас я хочу показать, рассказать, как организовать вот такие вот чекбоксы согласия на политику конфиденциальности и всевозможные такие вот документы. Сейчас в наше время уже это нужно использовать на сайте, иначе это будет нарушение закона. То есть вот такие вот чекбоксы прямо на странице добавления объявлений. Условия вы можете абсолютно разные под ваш сайт подобрать. Составить документ вы можете на сайте 152fz.rf, такой сайт, конструктор. Там можно собрать индивидуальный документ для своего сайта. Вот я открыл для вас, чтобы вы уже точно понимали, что вы попали куда нужно. Вот такой вот сайт 152fz.rf. Здесь несложно разобраться, я думаю, здесь можно под свой сайт подобрать правильные документы. То есть здесь нужно создать документ, нажать, и там по шагам просто выбирать необходимые документы. Здесь я хочу вам показать именно, как технически организовать на сайте вот такие вот чекбоксы. Для начала мы создадим статью, обычную статью в Joomla. И потом уже здесь в настройках компонентов включим отображение таких вот чекбоксов. То есть человек, заполняя объявление, не сможет отправить объявление на ваш сайт, не поставив галочку, что он согласен с политикой конфиденциальности и так далее. Соответственно, это является ссылкой. В новой вкладке будет открываться статья с данной политикой. То есть сначала нужно вам подготовить политику. Заходим в админку нашего сайта, заходим в материалы, менеджер материалов, создать материал и создаем политику. Я просто назову политика, абсолютно возьму часть текста. Здесь уже не принципиально, да, вы, конечно, на своем сайте сознательно вешаете политику. Я воспользуюсь HTML-кодом, так как я со своего сайта скопировал. В общем, пускай это будет набор текста, естественно, здесь нужно заголовки там пометить жирненьким, чтобы у вас все ровненько было. Здесь уже в редакторе, я думаю, не составит труда. Здесь просто сейчас для того, чтобы был просто текст. Соответственно, лучше подготовить, создать какую-то категорию заранее. Именно для всех документов ваших состояния опубликовано. Дальше посмотрим настройки. Заголовок я не буду показывать. Ну и, в принципе, сохранить, закрыть. Будем считать, что политику мы с вами создали. Вот этот документ. Можете создать несколько разных, там, может быть, оферта какая-то у вас еще используется. Теперь, как это включить на сайте? Если мы с вами сейчас пройдем на сайт и нажмем «Добавить объявление», здесь у нас ничего нет. Да, кстати, внизу у меня уже, не знаю, если у вас она не включилась, вот у меня уже, я согласен с условиями политики и конфиденциальности, появляется строчка. Если мы кликнем, открывается действительно наша статья. Но нам нужно, чтобы статья у нас открывалась без вот этих вот категорий. Пустая страница, только верхнее меню и подвал, да? Сейчас займемся этим и отключим вот эту вот вещь. Если вам не нужно, я такое всегда отключаю. Давайте сначала с материалом разберемся. Зайдем с вами, значит, вот в материалах, находясь, вот здесь вот в углу настройки. И здесь я ничего не настраивал, да? Нам нужно материала, ну, сделать базовые настройки. Показывать иконки, вот, скрыть, иконка печати, скрыть, сохраниться. Так, если я еще раз перейду, все, вот эта вот иконочка сзади шестереночки пропала. Ну и, соответственно, вы уже знаете, да, чтобы у нас выводилась статья без вот этих категорий, нужно привязать ее к пункту меню. Давайте сначала посмотрим, почему у нас это вывелось, да? Чтобы вы знали и понимали, где это находится. Переходим в компоненты DJ Class of Fields. Переходим в настройки. Переходим в безопасность. Это, конечно же, у нас. И вы видите, у нас вот она, политика. Единственная статья здесь подставляется. Чтобы вы понимали, если вы будете ввести блог, чтобы у вас там какая-то статья не вылезла в политике ненароком. Вот если я нажму сейчас очистить, сохраниться. Если я пойду на сайт, обновлюсь, то, естественно, здесь все исчезает. У нас ничего нет, да? То есть назначается это вот как раз-таки на вкладке безопасность в компоненте. Соответственно, нажимаем выбрать. И вот здесь будут все ваши статьи. Выбирайте именно политику. Также, если у вас будет другой документ, например, оферта. Как вот у меня в демо-примере, здесь аж три вариации различного соглашения. Также можно политику конфиденциальности в настройках включить во всех формах, судя из подсказки. Изначально выключено. Открыть в новом окне. Открыть во всплывающем окне. Здесь на ваше усмотрение. ID материала политики конфиденциальности. То есть это ID материала правила и условия. Правила сайта, да? Здесь уже на ваше усмотрение. И ID материала конфиденциальности. Ну, какой-то другой документ. Можно выбрать тот же самый, но сейчас для примера. И давайте сохранимся. Посмотрим сейчас на сайте. Обновимся. И у нас вот выводится уже два документа. Если я кликаю в новом окне, да, вот он открывается здесь. Также можно включить некую галочку с согласия о защите персональных данных. По умолчанию выключено. Если включим положение, да, появится поле. Дополнительное. Сейчас я объясню, зачем оно. Если мы, не заполняя поле, нажмем сохранить, то у нас с вами здесь, после обновления страницы, появится еще соглашение по защите данных. Вот эту строчку именно. То есть любой текст, который вы считаете вот здесь вот должен быть, рядом с чекбоксом, индивидуальный ваш, вы его прописываете в этом поле. Если поле пустое, соответственно, выскакивает вот дефолтное словосочетание. Соответственно, вот здесь вот я сейчас просто напишу демо для примера. И сохранюсь, чтобы просто показать вам, что это работает. Обновлюсь. И вот видите, слово демо вот здесь подставляется. То есть вот такие вот здесь все продумано у нас с вами. И здесь все у нас очень аккуратно, все очень по закону, все работает. Теперь, что касается таких вот статей, материалов, любых вообще, которые должны выводиться чисто на странице, как я уже говорил, без вот этих категорий. Как сейчас у меня вот выглядит, да? Здесь нужно создать дополнительное меню, выводить его внизу. То есть само меню может выводить, даже на сайте вам не надо. Это легко сейчас на Joomla делается. Соответственно, я дополнительное меню не буду делать. Я думаю, вы уже знаете, как это делается. Я закину вот верхнее меню, но просто его скрою, чтобы на сайте это не выводилось. Но покажу, как это делается. Здесь мы заходим в меню, my menu. То есть я, конечно, еще раз повторюсь, что лучше создать футер меню, например, внизу. Какое-нибудь или скрытое меню там для скрытых пунктов. Вдруг у вас будет их несколько. Но я создам же в этом же меню. Пишу, например, политика. Дальше выбрать. Выбираем материал. Материалы. Материал. И вот здесь выбираем нашу политику. Все, пункт меню создали. Дальше переходим на параметры ссылки. И показать меню я скрываю. Не показывать в самом меню. Сохранить, закрыть. Идем на сайт. Обновляемся. То есть видим, что в меню не добавляется пункт политики. Если я перейду по ссылке, как я и хотел. То есть когда пункт меню создан, видите, у нас сверху исчезли категории. И политика показывается на отдельной странице без каких-то лишних элементов на сайте. Ну, соответственно, подвал у нас еще не оформлен. Еще с вами дойдем до этого. Есть левая ссылка. Ее, конечно, убирать будем. Если она отключается в самом шаблоне, это должно быть. Итак, с политикой с вами разобрались. Далее я предлагаю заняться настройкой карты. То есть она у нас на сайте везде используется. Надо показать вам, как использовать ее на сайте. Но в первую очередь, как ее подключить к сайту. То есть в настройках глобальных, настройки DJ Class of Fields в глобальных, надо прокрутить до настройки, вот видите, карт и местности. Здесь помимо... Самое сложное здесь вот из всего это получить ключ. Вот видите, IP-ключ сервера карты Google. Ну, то есть это не так уж и сложно, но для новичков это, наверное, самое будет сложное. Дальше уже идет всевозможные настройки элементарные. Просто надо выставить значения под нас. Но чтобы нам лучше понимать, как эти значения будут на сайте вообще взаимодействовать, нам нужно сначала, конечно, добыть ключ. Просто можете скопировать отсюда вот прямо IP-ключ сервера, вставить в Google, нажать поиск, и вот первая строчка я перехожу. Непонятно только почему на английском языке. У меня внизу вот здесь вот можно выбрать язык. У вас тоже обычно переводится страница на русский язык. Здесь, опять же, вам нужно изначально иметь хотя бы одну почту от Google или любой аккаунт, где вы авторизованы. Видите, здесь моя фотография. То есть у Google общий аккаунт для всех продуктов Google, да? У меня есть почта, и поэтому я здесь как бы уже авторизован. Остается лишь получить ключ. Конечно, мы можем эту страницу загнать в браузер Google Chrome, чтобы понимать, о чем здесь речь идет. Страница будет переведена на русский язык. Но я вам так сразу покажу. Вот здесь кнопка одна такая, видите, большая. То есть на этой странице, то есть я перешел прям с поисковика вот по запросу Get IP Key, то есть получить ключ IP. Вам нужно попасть именно вот на эту страницу. Дальше мы нажимаем Get Started вот на эту синюю кнопку, чтобы получить IP ключ. Здесь я ставлю галочку Maps, то есть карта, и нажимаю Continue. Здесь, вот здесь такая галочка, либо Create a New Project, то есть создать нужно здесь новый проект, или у меня вот есть My Project, то есть мои проекты целую кучу я раньше создавал. Ну давайте Create a New Project. Название сразу я назову не My Project, а DJ Classy Fields, так и назову. Отсюда прям скопирую, чтобы не писать самому. Вот здесь вот проставим. На русском названии, наверное, не получится здесь записать. Нажимаем здесь кнопку Next. И почему-то Google, то есть это уже известно, но не так давно они стали собирать данные платежной системы. То есть здесь, видите, нам нужно нажать создать платежный аккаунт. То есть они никаких денег списывать не будут с вашей карты, но без этого мы не сможем создать сейчас IP ключ для карты. Раньше этого не было. Сейчас они это включили, не знаю зачем, мне это тоже не нравится, но зачем-то они вот собирают эти данные. Все равно процесс я хочу вам показать. Нажимаю создать платежный аккаунт. Страница вот на этих этапах у меня на русском языке. Здесь выбираете свою страну. Я принимаю условия бесплатного пробного периода Google. Поставим галочку, Google платформ, уведомления по электронной почте. Я не хочу, чтобы меня уведомляли. И принять, и продолжить. Это еще только политику мы приняли. Мы еще не начали настраивать ничего. На этой странице как раз таки вот все и происходит. Здесь надо прописать адрес, имя, первая строчка адреса, вторая строчка адреса, город, область, индекс, основной контакт, телефон. Внизу вот видите, проставить номер карты, имя владельца и нажать начать бесплатный пробный период. Итак, я заполнил поля, но они здесь вот пишут, без автоматической оплаты по истечению бесплатного пробного периода. То есть мы просим предоставить данные кредитной карты, чтобы убедиться, что вы не робот. То есть это бред какой-то, да? Ну есть у вас там рекапча, зачем вот еще? Какой-то здесь обман, вот точно. С этим Google, конечно, не верится, что Google будет деньги воровать с карты, но все равно как-то странно. Оплата не начнет списываться до тех пор, пока вы не активируете платную подписку. Причем у вас даже будет списан, наверное, 1 доллар, потому что вот у меня приходит сейчас смс-ка от Сбербанка. Ну, отказ пришел, потому что я неправильные данные некоторые ввел. Покупка 1 USD, Google написано. То есть покупка 1 доллар, как бы если вот на счету нету, может быть даже не получится пройти вот эту вот активацию. В общем, вот приходит смс-ка, у меня все прописано правильно. Обычно приходит от банка, что недостаточно средств покупка 1 доллар. То есть вот этот доллар, он скорее всего вернется к вам на аккаунт после проверки. Но так как у меня баланс там почти 0, пройти проверку не получится. То есть если вы хотите пройти проверку, на баланс положите, чтобы у вас был хотя бы доллар, и тогда проверку вы здесь пройдете. Я же попробую воспользоваться проектом мой проект, то есть мой проект, который я создавал ранее. То есть у меня же ранее были созданы проекты. То есть я на этой же странице Get Started нажимаю. Здесь также Maps, Continue. А здесь я выберу просто готовый проект, который я создавал ранее. Вот у меня, видите, сколько здесь всяких проектов. Попробую взять какой-то один из своих проектов. Нажму Next. То есть примерно после того, как вы пройдете всю проверку, да, доллар оплатите, вы примерно увидите вот такое вот окно. То есть видите, включение API. Здесь нажимаем Далее. Включение Google Maps платформ. Здесь мы видим, вот у вас будет свой уникальный такой длинный ключ. И здесь такая есть иконочка. Нажимаем. Это у нас скопировалось в буфер обмена. Возвращаемся на наш сайт. Главное. И возвращаемся на настройка и местоположение. Вот IP-ключ карты. Проставляем здесь. В поле IP-ключ браузера мы проставляем тот же ключ, что и вот IP-сервера. То есть один ключ в два поля вставляем. Нажимаем Сохранить. В данном случае у меня карта заработала. Вот я вижу, видите, местоположение. Также можем посмотреть в консоль. Здесь ошибки нету. То есть вот зайдем в любое объявление. Но здесь я не указывал карту. То есть вот у меня собаки, да, продажи собак. Если зайду я сюда. Местоположение. Россия-Ульяновск. А здесь, видите, местоположение я не выбирал, поэтому не показывается. Если я выбираю Россия-Ульяновск. Сохранюсь. То вы видите, вот здесь вот карта проставляется. Более точный адрес надо вот здесь прописать. Но мы с вами еще не закончили. Вот я поставлю, например, свой адрес. Новосандетский 16. Вот. И в объявлении для процессора тоже карта показана. Также можно просмотреть там, да, местность более близко. Давайте посмотрим более точные настройки именно в глобальных настройках. Мы с вами поставили только ключи. Перехожу в классы Fields. Перехожу в настройки. Главное, прокручиваю до настройки карты. Смотрите, подсказки, да, подсказывать ли при создании объявлений. Я думаю, что это полезно. Поставим да. И ниже, видите, страна по умолчанию. И в подсказке написано код страны. То есть поставим. Ру. Следующая настройка. Разрешить указать координаты. И выбор. Да, ввести значение или выбрать на карте. Да, выбрать на карте. Давайте ввести значение или выбрать на карте. Посмотрим, как это будет. Адрес по умолчанию для координат на карте. Здесь, видите, написано Англия, Лондон. Напишем. Напишем Россия. Можете поставить запятую. Если в конкретном городе вы создаете досковые объявления, то можете через запятую поставить город. Я поставлю просто Россия. Показывать координаты. Ну, давайте пока выставим, да, чтобы понимать, где это на сайте. Как это будет выглядеть. Выставляем пока показать. Показывать карты, соответственно, да. Дальше тип карты. Дорожная карта. Спутник. Гибридная карта местности. Но это внешний вид. Здесь надо вам смотреть. Сохраняться при каждом выборе, чтобы понять, какой лучший вариант вам подойдет. Оставим пока как есть. Дорожная карта. Картинка карты при загрузке. Ну, тут в подсказке все написано. Я не буду выставлять. Масштаб карты стоит 10. Ну, поставлю 5. Масштаб колесом. Да. То есть, прокручивая колесом мыши. Или запретить выбрать нет. Направление движения на карте. Да, нет. И дальше иконка карты. Можно здесь выбрать специальную. И специальный стиль карты прописать. Ну, я оставлю по умолчанию. И настройки карты здесь у нас закончены. Давайте нажмем сохранить. Пойдем на сайт. Обновимся. Видим, как это выглядит. Здесь у нас. На сайте. На объявлении точнее. Масштаб слишком... То есть, далеко карта. Давайте приблизим ее. Настройка карты выставив 5. Я только уменьшил масштаб. На самом деле, надо вот увеличить. 15, 20 слишком близко. Я думаю, где-нибудь 17. Тут на ваше усмотрение уже. Обновимся. И вот масштаб. Видите, как близко. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит при добавлении объявления. У нас вот такая вот появляется здесь карта. На самом деле, важная вот эта вот настройка, да, карты именно, чтобы это на сайте у нас все настраивалось. Здесь у нас, видите, пожалуйста, выберите ваши географические координаты или выберите их на карте. Если оставить поле пустым, то они будут сгенерированы автоматически на основе местоположения и поле адреса. Надо проверить. Давайте попробуем на основе вот местоположения, да, если я выбираю Россия. Дальше выбираю Ульяновск. Дальше адрес. Как только я выбираю адрес, у меня здесь карта сразу, видно, меняется. Так, я выбираю Новосандетский 16. Бульвар. То есть, наша карта сейчас синхронизирована. У нас здесь полностью все работает. То есть, смотрите, проставляем страну, город и пишем адрес. И здесь все правильно показывается вот этим маркирочком. Если мы нажмем плюс, я вижу этот дом, свой дом 16. Вот там написано 16. Вот рядом дом 18 у меня. Это точно адрес показывает. То есть, человек, чтобы мог прийти там купить то объявление, да, там, я не знаю, процессором я, например, торгую, вот, генерал от Суленева, то есть, это вот рядом улица, то есть, это все работает. Школа 64, то есть, правильно все показывает. То есть, все, мы карту с вами, в принципе, сделали. У нас она работает после того, как человек вписывает здесь адрес. Она здесь отображается. Я предлагаю даже, если есть возможность, сейчас посмотрим в настройках, отключить вот эти вот кнопки. Я думаю, что они здесь не нужны. Выбираем вот здесь в настройках. Разрешить указать координаты нет. То есть, достаточно человек, чтобы ввел свои данные. Сохранить. Я считаю, это более правильно будет. Обновляю страницу. У нас карта не указана. Если нам не надо отображать ее здесь, адрес мы проставим. И уже в объявлении карта должна показываться. Давайте проверим. Создадим тест объявления. И посмотрим, как это будет на самой карте. Заголовок тест. Категория сельское хозяйство. Цена, например, договорная. Описание. Тест. Дальше. Изображение. Попробуем не добавлять. Тип. Бесплатно. И вот сейчас самое главное проверить местоположение. Соответственно, города, как заполнить, я говорил в предыдущих уроках. Адрес. Так, адрес. Новосандельский. 16 я проставлю. Он сам здесь уже подставляется. Контакты. Эмейл. Эмейл существует. Так, поставим. Я принимаю условия. И вот видите, подсвечивается у нас. Если мы галочку не ставим, соглашаемся на политику конфиденциальности, то объявление не пройдет. Так, все вроде заполнили. Нажимаем сохранить. Так, нас перебрасывает сразу в объявление. Сообщение объявлений успешно добавлено. Тест. Цена договорная. И я вижу, что местоположение Ульяновской России. Новосандельский бульвар 16. Ульяновской России. То есть, вот он мой дом. Сразу вижу масштаб увеличения, да, какой мне нужен. Мы только что с вами это проделали в настройках. Вот школа рядом, 64-й. То есть, здесь как бы все видно. Карту мы с вами полностью настроили. Карта у нас работает. Так.